друзья всем привет меня зовут Наталья Носова мы с вами на канале Дарвиновский музей дети и продолжаем разговоры о животных о животных которые хорошо вам иногда знакомы иногда может быть вы не очень хорошо их знаете но сегодня мы поговорим о хорошо знакомым вам животным животных называется обыкновенный еж наверняка многие с этим животным встречались но удивительно несмотря на то что зверек живет рядом с нами мы часто с ним встречаемся нередко как-то взаимодействуем с этим животным но при этом сохраняется иногда очень странные заблуждения по поводу этого зверька вот сегодня давайте попробуем разобраться кто же такие обыкновенные ежи как они живут как они питаются чем питаются чем они для нас полезны чем для нас могут быть опасно и так обыкновенный еж относится к семейству которое называется ежовые это семейство включает себя 26 видов согласно современной систематике и делится на два подсемейства одно подсемейство называется настоящие ежи или ежиные она включает 18 видов и именно к этому подсемейство относится обыкновенный еж ну а второе может быть менее вам знакомое подсемейство называется гимнуровые ежи относятся к отряду насекомоядных. Насекомоядные это очень древний отряд, и появляются они еще в милу, то есть в меловом периоде. И ежи, вот в том виде, в котором мы привыкли их себе представлять, они практически внешне не меняются на протяжении 15 миллионов лет. Но это не значит, что не идет эволюция ежи. Конечно, эволюция есть, но просто внешний облик, он сохраняется достаточно долгое время узнаваемым. И 15 миллионов лет ежи уже, если бы мы с вами вдруг на машине времени перенеслись на 15 миллионов лет назад и встретили древних ежей, мы бы с легкостью их опознали. В фауне России ежей меньше значительно, чем в мировой фауне. Но вот, кстати, ежи обитают не повсеместно, ежи встречаются только в Евразии и Африке, и на территории России обитает всего 5 видов ежей. Причем зачастую бывают эти виды, различаемые учеными, не очень-то хорошо различаются внешне для обывателя. Они довольно сильно друг на друга похожи. Пожалуй, единственное исключение из наших ежей составляет ушастый еж, которого легко узнать по большим ушкам. Это очень милый такой зверь, который живет в южных регионах нашей страны, встречается. Но, скажем так, все-таки он не самый для нас типичный зверь. А вот обыкновенный еж распространен довольно широко на территории нашей страны, и наверняка вы с ним неоднократно встречались. Что же про ежей стоит знать? Ну, во-первых, ежи — это зверьки, спина которых покрыта острыми иглами. Это всем хорошо известно. И эти иглы представляют собой, на самом деле, видоизмененные волосы. Они не особенно длинные. Длина иголок ежа составляет примерно 2-3 сантиметра. Они полые внутри. То есть они достаточно легкие. И на спине взрослого ежа, как правило, порядка 6 тысяч иголок. Иголки, как и наши волосы, наши волосы периодически выпадают и заменяются на новые. Примерно то же самое происходит с иголками ежа. Каждая иголочка отдельная существует на спинке ежа примерно 1-1,5 года. Затем она сменяется на другую. Но ежи не линяют одновременно, сбрасывая все свои иголки и становясь абсолютно беззащитными. Они линяют очень медленно, постепенно, меняя свои иглы. Поэтому всегда у них есть вот такая вот замечательная защита в виде игол, которая им очень хорошо помогает спастись от огромного количества потенциальных врагов. Потому что еж – это животное маленькое, это животное довольно безобидное и, в общем, не слишком быстрое. Хотя, в принципе, ежи могут передвигаться шустро. Они могут бегать со скоростью около 3 метров в секунду. Для такого зверяка – это довольно приличная скорость. Они могут прыгать, и они довольно неплохо плавают. Хотя по внешности этих животных и не скажешь, что они пловцы. Но плавают они исключительно по необходимости. То есть просто так, конечно, ежик ради своего собственного удовольствия в воду не полезет. Он полезет в воду, если ему необходимо либо какое-то препятствие пересечь, ну, например, какую-то речку, либо в том случае, если ему угрожает какая-то опасность, может быть, он, спасясь от опасности, тоже попадет в воду и будет там плыть. Образ жизни ежи ведут ночной, преимущественно. То есть днем они находят себе какие-то укромные места, в которых они прячутся и днем, как правило, отдыхают. И ночью они выходят, у них начинается такой пик активности в ночное время, когда они отправляются на поиски пищи. Как и другие насекомоядные животные, ежи довольно прожорливые. У них быстрый обмен веществ. И для того, чтобы восполнить свой энергетический запас, им необходимо достаточно много есть. Ну и вот тут мы добрались до самого важного, наверное, заблуждения, которое существует очень давно. Заблуждение такое, что ежи, они на своих иголках переносят в какие-то свои домики еду. Они переносят яблоки и грибы, которые накалывают на свои колючки. На самом деле этому заблуждению, представьте себе, порядка двух тысяч лет. Это заблуждение впервые появляется в естественной истории Плиния Старшего. И до сих пор, ну, благодаря, конечно, мультфильмам и различным сказкам с красивыми иллюстрациями, многие уверены, что именно так и происходит. Но здесь есть некоторые загвоздки. Во-первых, технически достаточно сложно было бы ежику наколоть на свои иголки какие-то предметы специально. Особенно такие большие, как, например, яблоки. Но я себе с трудовым представляю ежа, который катается, пытаясь наколоть на свои иголки яблоки. Во-вторых, это лишено всякого смысла, потому что ежи не едят ни грибы, ни яблоки. Их пища совсем другая. И в-третьих, ежи не делают никаких запасов. Представьте себе. Ежи активны в теплое время года, а вот зимой ежи впадают в спячку. Ну, как я уже сказала, запасов они не делают. Запас у них сохраняется в виде жира. То есть они должны в теплое время года как следует питаться для того, чтобы пережить холодную зиму. И это действительно очень большое испытание для ежей. Спячка у них, ну, в нашей, по крайней мере, местности довольно длительная. Они спят примерно с октября по апрель. И за это время им должно хватить запасов жировых для того, чтобы не погибнуть. Если еж не накопил достаточно жира, то, к сожалению, он может во время зимней спячки просто погибнуть и не проснуться. Зимняя спячка позволяет животным экономить энергию. Ну, поскольку эти животные насекомоядные, то есть основная их пища, это беспозвоночные животные, которые зимой недоступны, то, конечно, это очень важно для них. То есть у них во время спячки очень сильно падает уровень обмена веществ. Их температура снижается примерно до 2-4 градусов по Цельсию, а частота их сердечных сокращений снижается, ну, примерно со 180 ударов в минуту до 2-12 ударов в минуту. И вот такой вот очень замедленный обмен веществ позволяет пережить неблагоприятные условия большому все-таки количеству животных. Хотя некоторые все-таки вот такие вот серьезные испытания не выдерживают. В целом, продолжительность жизни этих животных не очень большая. Она составляет около 3-4 лет в природе. Но в условиях, например, неволи или когда этих животных содержат в качестве домашних, эти животные могут прожить достаточно длительную жизнь для насекомоядных животных. Они могут жить до 10 лет. Но это, пожалуй, рекорд. У этих животных есть такая еще одна интересная особенность поведения, которая тоже наверняка вам хорошо знакома. Они в случае опасности способны сворачиваться в клубок. У них есть специальные мышцы, которые позволяют это сделать. И эта форма поведения им необходима для того, чтобы защититься от возможных врагов. Тогда они буквально со всех сторон оказываются окружены иголками. И хищнику труднее их гораздо схватить. И примерно в таком же положении, свернутыми в клубок, эти животные проводят спячку. Ну и, конечно, зверек маленький. И у этого зверяка существует множество разных врагов. Не каждый хищник способен справиться с колючим ежиком. Но, тем не менее, есть, например, лисы. Животные очень такие интеллектуальные, с интересным и обычным поведением. Есть, например, барсуки, которые нередко охотятся на ежей. Если же говорить о птицах, то крупные хищные птицы с большими когтями тоже способны справиться с ежом. Но, например, к таким птицам относится филин. У филина очень длинные и мощные когти. И колючки ежика ему абсолютно не препятствуют. Поэтому вот такие вот природные враги у ежика есть. И, кстати говоря, даже отмечено, например, в Британии, что в тех местах, где водится много просуков, там снижается значительная численность популяции ежиков. То есть они действительно на них влияют, как хищники, на свою такую потенциальную добычу. У ежиков есть и другие необычные формы поведения. Одно из самых, пожалуй, странных, это такое поведение, которое называется смачивание, самосмазывание или намазывание. Что он из собой представляет? Ежики иногда находят какие-то сильно пахнущие предметы, и они начинают эти предметы лизать, и у них при этом начинает выделяться особенная такая очень пенистая слюна. И затем слюна эта выделяется в большом количестве, и затем вот этой вот пенистой слюной они себя смазывают. Есть разные точки зрения, для чего они это делают, но до сих пор еще до конца непонятно. Может быть, это какая-то маскировка от хищников, может быть, это способ спасти себя от многочисленных паразитов, которые, безусловно, тоже животным досаждают. Потому что представьте, у ежиков колючки, а среди колючек водятся, например, блохи, водятся клещи, и ежику достаточно проблематично до них добраться, поэтому такой способ защиты, наверное, очень даже неплох. Еще было отмечено, что нередко ежики, например, бывает, что находят какие-то окурки, и эти окурки могут накалывать сигаретные себе на иголки. Считается, что это тоже такой способ борьбы с паразитами, потому что вот табачные окурки, они имеют очень неприятный запах, который отпугивает, например, блох. Ну и если ежики не едят грибы и яблоки, а что же они тогда вообще едят? Не случайно же они относятся к насекомоядным. Все-таки их основная пища, это, конечно, насекомые. Они с удовольствием едят жуков, они едят гусениц самых разнообразных насекомых. Кроме того, они очень любят дождевых червей, различных мокриц, многоножек, едят улиток, в том числе слизней, поэтому, например, их им хорошо очень относятся дачники. Если ежик поселился где-нибудь у вас на даче, рядом с вашим домом, в укромном уголке, то ежика этого нужно всячески оберегать и охранять, потому что этот ежик поможет вам заботиться о растениях, которые у вас в саду или в огороде есть. У ежика есть еще одна очень необычная особенность. Ежики очень устойчивы к яду. Есть такие ядовитые жуки, нарывники. Их, как правило, никто не трогает, но еще в 1811 году Петр Палас выяснил опытным путем, что ежики могут без особого вреда для своего здоровья есть этих ядовитых жуков, нарывников, чего не могут делать никакие другие животные, потому что действительно яд этих жуков довольно сильный и опасный. Кроме того, они устойчивы и к другим самым разнообразным ядам, например, к мышьяку и даже к синильной кислоте. Конечно, в огромных количествах эти яды могут нанести вред здоровью ежика и может быть даже привести к его гибели, но в каких-то умеренных количествах ежики легко справляются и этот яд не наносит никакого ущерба. После зимней спячки у ежиков начинается брачный период. Ежики приступают к размножению. Но вообще, если ежики обычно такие животные-одиночки, они не любят общество своих сородичей, то здесь вот куда деваться приходится. Они более терпимо относятся, особенно к особям противоположного пола. И между самцами ежиков даже возникают драки за самок. При этом они могут толкаться, пихаться, фурчать, издавать всякие другие странные звуки и даже кусать своего соперника. Беременность длится примерно 5-6 недель. И через 5-6 недель рождается у самки маленькие ежата. Ежат рождается, как правило, от 4 до 6, но бывает и другое низкое количество, от 2 до 10 случается. У самки есть 10 сосков, то есть, соответственно, 10 детенышей вполне она может кормить одновременно молоком. Мама ежиха рождает детенышей, они при этом появляются на свет абсолютно беспомощные. У них еще нет иголок, у них гладкая кожа, они слепые, глухие, абсолютно беспомощные. И только через сутки у них появляются колючки, пока они еще мягкие. И окончательно вот этот вот колючий покров на теле ежа формируется где-то только к 15-му дню. Ну, надо сказать, что детство ежиков довольно короткое. В общем, в этом смысле им тоже особенно не позавидуешь, потому что детство длится примерно в течение 6 недель. Именно это тот самый срок, в течение которого самка кормит своих малышей молоком. И через 6 недель, представьте себе, этот полтора месяца, ежики уже начинают самостоятельную жизнь. Все, они уже предоставлены сами себе, никто о них не заботится. Сами ежики повзрослеют и будут готовы к размножению уже через год. То есть 12 месяцев они уже вполне взрослые, способные к размножению. Самое главное испытание, конечно, для молодых ежиков пережить вот эти неблагоприятные зимние месяцы, когда, если они не накопили достаточно жира, большая очень вероятность, что они не выживут. Вот мы с вами говорили об опасностях, которые угрожают ежикам, говорили о филинах, о лисицах, барсуках. На самом деле, гораздо большую опасность для ежиков представляем мы с вами. И в первую очередь, конечно, дороги. Ежики нередко селятся недалеко от человеческого жилья. И, к сожалению, поскольку это животное маленькое и довольно медлительное, нередко они становятся жертвами на автомагистралях, попадая под колеса машин. И кипель при этом довольно высока. Кроме того, ежики и нам представляют некоторую опасность, потому что, во-первых, они могут приносить некоторые опасные болезни. В том числе, например, такую страшную совершенно болезнь, как бешенство. Поэтому, как бы ежики вам не нравились, вы все-таки не стараетесь сразу хватать первого попавшегося ежика, потому что это может быть для вас небезопасно. Они переносят еще сальмонеллез, например, тоже, знаете, не бешенство, конечно, но тоже не слишком-то приятная вещь. На ежиках водятся блохи. А блохи тоже могут переносить самые разные болезни, которые могут быть опасны для человека. Но блохи и клещи – это вот тоже такие спутники ежиков, которые могут нам с вами навредить. Ежики были привезены людьми в Новую Зеландию. Вообще, Новая Зеландия – это, знаете, как полигон для каких-то жестких экспериментов в природе. И в природе в Новой Зеландии пришлось очень много претерпеть от людей. Каких только животных люди с собой на этот остров не перевезли. В том числе они привезли с собой ежей. И ежи вроде бы они такие маленькие, безобидные, замечательные, вызывают у нас умиление, улыбку. Но на самом деле ежи нанесли довольно-то тоже существенный ущерб природе Новой Зеландии, потому что, во-первых, они поедают насекомых новозеландских, что не очень для насекомых этих хорошо. Во-вторых, они составляют конкуренцию местным насекомоядным птицам. Ну, например, таким как киви, поскольку у них одинаковый пищевой ресурс. Но и в-третьих, ежики едят не только насекомых или червей. Они едят и мелких позвоночных животных. Хотя, конечно, не так часто это случается. То есть, да, ежик может поймать или какую-то некрупную змею, ящерицу. Может быть, какую-то амфибию, например, какую-то лягушку. Но все-таки основная его пища – это беспозвоночные. Зато ежики нередко разоряют гнезда птиц, которые гнездятся на земле. И вот здесь, конечно, птицам Новой Зеландии тоже сильно не повезло, потому что ежики нередко поедали их кладки. Так что вот такая вот ситуация с ежиками. Ежики, с одной стороны, прекрасны. Они наши соседи, мы их любим. Они очень симпатичные и почти такие же милые, как котики. Но в то же время с ежиками тоже надо быть осторожными. И нередко может возникнуть та или иная проблема, если мы не слишком думаем о том, что мы делаем. Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте, пожалуй, мы сегодня закончим. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, писать нам свои комментарии, а в комментариях задавать нам вопросы про тех животных, о которых вы хотели бы услышать. И приходите к нам в музей, мы всегда вас очень рады видеть. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok